друзья всем привет ну что я уже скажем так третий день целый день конечно но по чуть-чуть занимаюсь подбором ищу цвет ищу цвет на линкольна занятие интересное занятное такое времени занимает очень много потому что тут на мешай там сделай выкраску там подожди пока лак возьмется одно другое третье тут еще работает же надо в общем что мы ищем вчера на стриме показывал что на солнце вот эта часть которая посветлее уже очень хорошо это крючку к металлу еще чуть лучше но мне на бок на бок не хватает зерна и сильно намутная то есть нету чистоты в ней сейчас убираю из нее красного по чуть-чуть добавляю зерна и флоп корректора тоже по чуть-чуть то есть я нашел по крайней мере фон и количество слоев последних которые мне нужны вот корректор кстати сейчас у нас идет но по чуть-чуть теперь играюсь с этим фоном и количеством зерна еще не фоном а флопом и количеством зерна которыми этот флоп должен вывернуть веселый процесс очень не хочется делать никакие переходы не было бы то обратно трехслойка я думаю об справился уже давно так как поскольку это мой первый вообще опыт именно в подборе так чтобы на живую машину блин тяжеловато но зато чем тяжелее тем интереснее люблю я люблю всякие морочки потому что мне очень кажется что то что как вариант есть взять с подбора будет знаете как не намного лучше чем то что я могу сам сам дело том что в переходе могу сам намешать то есть у меня уже для перехода все готово а вот с подбора это трата времени это там бешеная сумма за эту трехслойку ну не вижу смысла короче буду пробовать сам пытаться а там уже что получится у нас сейчас выходные два дня выходных один фиг никто не работает поэтому время у меня есть поэкспериментировать а поехать потратить бабки можно всегда и так уже неплохо потратился накупил пигментов именно для этой машины я боялась что они конечно там пригодятся куда-то потом когда-то но их на букву накупил в таком количестве что пока не мне пригодятся это надо конкретно что-то такого же цвет с такими же кадами вот сейчас намешаю буду делать от красок буду постепенно что-то показывать вот такое количество выкрасок у меня уже сделано некоторые из них вообще с двух сторон он открашен двух сторон не просто выкраски типа оконога хотя вот можно это взять хотя смысла этого особо никакого сейчас еще пробуем сделать то я делал на девятисотом разбавители так ступься 2 на девятисотом разбавитель это обычно сейчас буду делать на этом план степ который однослойник посмотрим насколько мне это будет удобнее потому что может быть из-за того что я потратил очень что такое на то что я потратил очень много базы на выкраски может быть мне будет дешевле использовать ван степ из-за того что меньше просто расход база будет у себя первый нижний слой положу подложку положу ван степом ну такая вот вот такая у нас игрушка показывают уже зеленый то есть этот пигмент нам не сильно влияет хотя он как раз таки тот которого я уменьшал 152 да я его уменьшал уйду постепенно таблицы силами не постепенно там с 5 и 8 на три с половиной поменял другие потом нет мало на 5 потом блин много на 4 на 4 на 3 его уменьшаю на 2 сейчас вообще на полтора уменьшаю часть пигментов уменьшил на 20 процентов часть пигментов там на сейчас подымаю его это серебро часть осталось в норме в норме добавил флоп корректор и добавил 428 золотое зерно мне его вообще тут его не было в кодовом цвете а я смотрю его на бок прямо очень сильно не хватает я бы с радостью увеличил зерно покрупнее но вот это вот самое крупное зерно которое есть вообще по веру а так бы хотелось зернышко покрупнее капнуть и может быть не пришлось бы флоп корректор добавлять на блины флоп корректор как сказал лёша он не выворачивает черный низ у меня получается на первых выкрасах день тут мы возьмем грубо говоря вот первый это вообще без они это первая корректировка вот я слишком много зерна добавил изначально то есть если вижу что мне хватает зерна я его добавил но мне сбоку вот так вот на просвет нету черноты снизу позвонил москвичам рубль ничего делать флоп корректор флоп корректор по чуть-чуть играйся ищи сколько его надо и все у тебя получится добавил буквально со старта три процента уже лучше и в итоге дошел до это получается на двадцать четыре грамма я его добавлять сейчас буду 2 и 5 грамм а то есть почти до десяти процентов это я попробую 2 и 5 потому что до этого у меня было два хотя было и 3 внутри было реально много так 428 теперь вот это золотиночка можно сказать мы готовы к смешиванию и нанесению не плана 1 грамм то я ум то я уменьшаю то добавляю играемся ищем хочется же делать хорошо сейчас его вот так вот вот так вот не туда добавочку эту быстренькую нашу нашу быстренькую добавочку смотрим сколько и на даем надо 2 и 3 грамма значит у меня получается доза на 23 грамма слоп корректором точнее извиняюсь не слоп корректором с ван степ подойти вдобавкой я еще выкраски не делал я все игрался с 900 разбавителем но там надо два с половиной слоя просто ждать пока высохнет я ее уже столько ушатал что мне ее может хотя тут еще грамм так 400 на на 4 литра краски меньше короче тут готово тут готово сейчас хорошо вымешиваем и идем открашивать краситься я буду с лески не накручу уже не бочки ничего крашу так переходники довольно таки большая вместительность тем более это однослойная краска ну может еще чуть-чуть каплю потому что уже много испортил pps к они как бы не дешевый ну не дешевый для т.д. этих именно цели а этот мыть бачок постоянно но реально закумариваю давление выставляю те же что будет при покраске место что факел дело не совсем полным учить закручиваем этот полный мне нужен так чуть кину потому что панель даже не обезжирена и пробуем в один не за что и без маски об чуть не хватило чуть-чуточку не хватило отлично ждем пока а что ждем чуть-чуть обдую и положу эффектно сразу буквально чуточку потому что мне кажется что я перегружаю вот так когда наношу хотя укрывает полностью теперь на том же давление чуть больше расстояние как бы при пыль есть эффект пока что я эту краску никуда не деваю я ее оставляю потому что если мне понравится но я просто накрою чтобы не попадало ничего снаружи если мне понравится я буду делать еще когда я короче когда я дойду до того цвета что мне в принципе все устраивает я уже сделаю несколько больших выкрасок именно полноценных потому что тут последним слоем я буду накрывать половинку смотреть опять же в полтора и в два слоя как выглядит продолжим промыл пистолет развел второй слой потому что у меня закончился уже главное факел сильно не заужать но в то же время в то же время пробуем наношу сначала один полный на всю выкраску обдуваю одно только но что я наношу не пред пока что не при полных настройках пистолета я просто ищу когда я найду тогда я повешу несколько выкрасок и уже при полной подачи при полном факеле разведу уже в ппс чтобы сделать полноценные выкраски посмотреть именно на толщины слоев просто когда я вижу что реально мне там еще не хватает прямо очень того или иного зерна или количество этого зерна но смысл мне делать на полную все настройки поскольку оно не совпадает еще не совпадает не за настроек так что мне сделать сейчас я сейчас посмотрю что у меня получится так тут пол слоя кину и вверх оставлю вообще с половинкой получается тут один слой тут полтора а тут два слоя просто поищу на этом внизу все сушу лакирую подсушиваю лак и смотрим ну что постепенно в течение дня пока занимались боевой серёгой время у нас восемь часов вечера видно или темно то пришли хоть к какому-то результату у нас хотя бы по зерну и по оттенку все похоже под разными углами конечно по разному прям таки идеально чтобы вообще блин не доколупаться у меня не получилось но хотя бы знаете там где будет бампер стыковаться с крылом там где будет багажник стыковаться с бампером то есть под углами у меня не будет в том оттенке нахожусь тем зерном но с какими-то недочетами мне чего-то вот все равно как-то вот как бы не так что то но это лучшее к чему я смог прийти реально поэтому будем делать так она хорошо смотрится очень хорошо под солнцем под вечером но под какими-то углами под разными когда начинаешь уходить у этого зерна что-ли больше чистоты не знаю или может быть там вообще не то зерно но я плясал в тех зернах которых есть программе а когда сливал по коду не вообще цвет не тот то есть малина малиновая а мне нужно черешня вишневая ну грубо говоря да то есть не то и не там но бы миве завелась но как бы как бы можно красить все я хотя бы уже нашел посчитал слои сколько последних полтора слоя тонирующего прохода два с половиной слоя низа планка укрывается нормально то есть все норм значит сколько нормально сколько я за сегодня сделал вариантов я еще раз переработал восьмую формулу переработал ее переработку вчерашнего вечера 1 2 3 4 и 5 более-менее попал из того что я убрал вообще 428 которого и не было пигмент этот золотой я очень сильно понизил 437 с 4 до 1 и 319 золотой 6 до 1 грамма поднял получается красный 152 с двух до четырех и 143 тоже красный с двух аж до шести поднял и тогда я только попал в то что у меня оно не какое-то желтое малиной отдающие а красное вот такая вот так это еще не все это еще не все и половина из них уже с двух сторон вот такенная кипа выкрасок реально половина из них с двух сторон прокрашена вон видите листа его не все большая часть пачки потому что он уже тупо экономик потому что брал не так уж много пластин поэтому колористика особенно такая дело тонкое сочувствую колористам в их работе нелегко честно скажу нелегко но посмотрим что у нас получится дальше на результате как то так всем пока 600 грамм краски никуда